В соборе свидетеля Николая Чудотворца в Черкесске прошло памятное мероприятие, посвященное репрессиям духовенства 20-30-х годов прошлого века. Священнослужители Карачаева-Черкесии эта участь тоже не миновала, причем в числе попавших под директиву властей были представители разных конфессий. Экспозицию музея при храме изучал корреспондент Артур Махце. Несмотря на все гонения, на все страдания, они веру свою сохраняли. И уникальность в том, что они сохранили и любовь не только к Всевышнему, но к своим близким, отношения их с родными, любовь к своей родине. Их страна считала врагами, но они врагами не были. Священник Никольского храма в Черкесске Сергей Кузнецов рассказывает об экспозиции музея, которую удалось подготовить благодаря в том числе фонду президентских грантов. В памяти многих трагическая судьба духовенства в период становления молодого советского государства. Репрессии, под жернова которых попали представители разных конфессий – православия, мусульманство, буддизма. В начале февраля в соборе святителя Николая Чудотворца традиционно вспоминают о защитниках веры, которые не прекращали оказывать окружающим посильную помощь, даже несмотря на гонения со стороны властей. Этой теме была посвящена и прошедшая в стенах храма конференция. Цель конференции – донести до молодежи, до представителей будущего, что репрессии – это плохо, что нужно жить в дружбе, в согласии, не конфликтовать друг с другом, чтобы никогда в нашей стране не повторились эти трагические страницы, а именно гражданская война и революция. На священнослужителях Карачао-Черкесии трагедия отразилась прямым образом. То есть были закрыты храмы нашей современной республики, священники были репрессированы, отправлены в ссылки в лагеря и колонии. В этот день о жертвах репрессий духовенства вспоминали политики, представители средств массовой информации, общественных объединений, студенты, расположенных в черкесских колледжах. Кто-то знает о трагедиях по изученным историческим материалам. Другие имели возможность соприкоснуться с прошлым благодаря рассказам родственников, переживших бессрочную ссылку и вернувшихся на родину десятилетия спустя. Почти каждая отдельно взятая судьба – это сплетение верности в вере, любви к родной земле, боли и обиды на несправедливость. Прошлым не стоит жить, но помнить о нем ради мирного будущего необходимо. Артур Мхце, Алий Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия.